Всем ультралайт! Легкое, друзья, или легкоходное снаряжение дает нам возможность преодолевания больших расстояний ну или по крайней мере те же, но с гораздо меньшим затратом энергии, усилий когда ты видишь, что у тебя все классно получается потому что рюкзак становится легче ты видишь, как все классно у тебя выходит что ты можешь больше, дальше, легче и когда ты это замечаешь, пытаешься облегчить рюкзак еще больше чтобы еще дальше, еще легче, еще лучше и в какой-то момент это облегчение доходит до абсурда и этот абсурд называется stupid lie, глупое облегчение ну или что-то в этом роде вот здесь вот на фото, друзья, человек, который не взял с собой второй слой одежды как он сам признался, флисовый он сэкономил 100 грамм на флиске но при этом понимая, что будет некомфортная погода и будет достаточно прохладно но он его все равно не взял и вот здесь на этом фото видим мусорный пакет на штормовой куртке или пакет супермаркета и казалось бы, ну что тут такого, профан но на самом деле это очень крутой чувак это Эндрюс Курка надеюсь я правильно его назвал загуглите, посмотрите, это очень крутой чувак который прошел офигеть какие дистанции и у него тоже случались вот такие вот казусы хотя он уже был опытный это не один и не последний его как бы такой бог я так понимаю, он это и ввел, это понятие stupid lie, глупое облегчение и он написал об этом статью после этой статьи было в туристическом комьюнити было много разного шума что легкоходство это говно, легкоходство умерло и разное такое друзья, stupid lie это когда ты не берешь еду или снаряжение в достаточных количествах для определенных условий stupid lie это когда ты взял слишком легкое снаряжение ненадежное, которое не просто уже тебе не дает какого-то комфорта а граничит просто с какой-то безопасностью твоей в горах stupid lie это когда ты взял, это уже с моей практики когда ты взял легенькие кроссовки для бега по асфальту и пытаешься подняться на заснеженную пятра краулю вот это stupid lie, когда мы сознательно делаем вот такие вот вещи но не совсем все так аж просто, потому что черное, белое когда мы видим вот такие вот яркие примеры как например мусорный пакет поверх штормовой куртки это одно но есть где-то вот эта вот граница и где она? где эта граница сбрасывания снаряжением? когда мы еще норм и не вошли в этот stupid lie где она? почему не все так однозначно? конечно, когда мы вставляем вот такие фото, тут все понятно всем сразу но мы можем взять, например, по сути это очень индивидуально нет однозначных ответов, я их никогда не вижу потому что каждый должен дойти к чему-то например, возьмем двух человек, идущих в один и тот же поход в одних и тех же условиях возьмем вещь с ихнего снаряжения, например, ковер каремат я сейчас просто делаю себе этот каремат поэтому это как раз у меня вот сейчас происходит возьмем каремат у одного будет на летний поход, на те же условия 4,4РВ, какой-то надувной ковер а у другого пенка в 5 мм и вот тот, у которого будет ковер 4,4РВ он будет смотреть с дикостью на того, кто идет с пенкой в 5 мм потому что он будет думать, что это небезопасно что он так не сможет, что это дико а человек, который идет с той пенкой даже не задумывается об этом потому что он уже давно это делает есть такое выражение, что чем легче у тебя снаряжение чем легче, чем меньше у тебя снаряжение тем больше опыта тебе нужно для того, чтобы им пользоваться но из этих размышлений возникает следующий вопрос а где набраться того опыта и как его набраться и как мне узнать, где вот моя грань что я могу, а что я уже не могу что еще будет нормально, а что будет stupid light друзья, если возникает такое желание чтобы сбрасывать как бы свой вес его снаряжения и пробовать что-то новое как это сделать и как не попасть вот в такие страхи которые возможно в будущем вообще ты уже просто не будешь даже думать про что-то новое потому что попал в такую ситуацию глупую нужно тестировать, нужно пробовать как это сделать, я уже раньше говорил в каких-то видео что это не так на самом деле сложно чтобы хорошо понять нужна ли нам новая вещь там легкая, да, вещь более как бы нам вот на данный момент кажущаяся ну вроде да, но может и нет как бы потому что страшно, стремно, небезопасно как это сделать нужно просто взять две эти вещи к себе в рюкзак но при этом пользоваться только новой вещью аж до последнего пока 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 вы не сможете скажите ну его нафиг возьмут то но вы будете понимать знать, что у вас в рюкзаке лежит какое-то там снаряжение вот давайте вот сейчас возьмем того человека который известного нам уже с ковром 4.4 РВ он пошел в поход он увидел пенку и думает, ну может реально понимать потому что можно скинуть грубо говоря ковер на 4.4 РВ там может весить 550-600 грамм а такая пенка будет весить грамм 150 ну и вот он хотел бы скинуть например на пенку но боится ему нужно взять у того человека эту пенку и в следующем походе попробовать ее то есть взять и пенку и каремат но пользоваться только пенкой аж до того момента пока ты не будешь по меня понимать потому что когда если тебе сильно будет некомфортно ну ок ты просто надуешь свой ковер и ляжешь на нем и будешь комфортно комфортно спать но если и ты забудешь про эту пенку но если она тебе подойдет ты будешь понимать что ок все нормально все безопасно и в некоторых каких-то моментах летних походах ты спокойно можешь ее использовать не боясь что что-то произойдет этот пример друзья переносится и на все другое снаряжение если понятно если мы меняем котелок какой-то ну там можно и не обязательно можно тот же котелок можно котелок сразу новый взять но если есть вот там какие-то вот снаряжения типа ковра типа тента палатки какой-то однослойный двухслойный еще какие-то такие виды снаряжения что мы не понимаем как оно будет и есть какой-то страх можно вот так вот спокойно делать я считаю что это самый безопасный способ да мы несем лишние как бы граммы в поход но в следующем походе мы будем опытнее и никогда не перешагнем ту линию ступит лайта а сейчас друзья расскажу пример с личного опыта и возьму такой элемент как пончо тент я про него снимал три серии у меня аж вышло у меня достаточно большой опыт хождения с пончо тентом когда-то у меня был этот период вот когда я хотел просто много сбрасывать 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 я постоянно об этом думал 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 и решил взять вместо своего там тента 450-500 грамм взять пончо тент это был пончо тент от легковеса он у меня и до сих пор есть и я решил что сделать не просто облегчить тент на тент я захотел облегчить вес тента то есть там 500 грамм грубо говоря и этот выходил там что-то 200 с чем-то и плюс вес куртки я сказал себе что я не буду брать куртку мембранную потому что она у меня там весит 450 грамм я возьму просто пончо тент и ветровку 100 граммов и мне будет нормально я буду одевать и буду идти будет дождь я буду одевать не будет дождя я буду снимать и буду идти в ветровке все было хорошо до какого-то по-моему второй день наверное уже было когда начался дождь я одел пончо тент ветровка у меня сразу промокла у меня все промокло от своего же пота я стал подмерзать и когда пришел на место стоянки благо не было дождя но было достаточно может даже не было прохладно но мне было прохладно я не понимал как я сниму пончо тент а мне же будет еще холоднее и даже тогда я до конца не понял в чем мой прокол был следующая история была когда я шел в пончо тенте и ливень был сильный ливень мне нужно было вставать на ночевку уже и я уже был весь мокрый потому что когда ты идешь 10 часов под дождем в любом случае ты будешь как бы потеть и будешь весь мокрый хотя вроде на тебе там какая-то защита есть и я вот встал ливень идет мне нужно ставить пончо тент как это делать понятно что я расставил пончо тент ну а теперь нужно же как-то залезть под него чтобы там было сухо мне пришлось полностью всю одежду снять я ее вот так вот прям и кинул и и голышом залез в пончо под пончо тент и уже там начал одеваться и залазить в спальники хорошо что это была температура где-то 10 градусов хотя это не тепло вот а если было бы меньше могло бы быть и переохлаждение ну как бы это стремный момент и вот это и есть вот такой вот ступит лайт я уже понимал это уже был второй раз я уже понимал что так нельзя но третий раз взял ли я с собой пончо тент да взял но я уже тогда был опытный и поэтому я на него рассчитывал как дополнительный слой как укрытие укрытие как там защита дополнительная от дождя но у меня уже была мембранная куртка нужно было сделать вот этих несколько раз чтобы понять но если был бы первый раз был бы дождь и мне пришлось бы его расставлять я бы уже тогда точно до меня бы дошло что так не катит пончо тент не может быть основным слоем от дождя я хотел сбросить дополнительных там 500 грамм если брать пончо тент и куртка я сбросил их но мне было страшно некомфортно я хотел вернуть эти 500 грамм чтобы мне было тепло еще один пример тоже своего опыта по поводу колышков я когда начал сбрасывать вес снаряжения я хотел по минимуму все и у меня были и сейчас в принципе есть спицы вместо колышков велосипедные они весят порядком там 2,5-3 грамма и я просто перестал брать колышки и все было в некоторых моментах все было в принципе хорошо но некоторые моменты были где я понял что я курт сэкономил 50 грамм но оно того не стоило потому что в какой-то момент я в принципе не особо видел минусов этих колышков спиц этих кроме одних когда ты их в твердую почву пытаешься вставить у тебя вся ладонь в таких синяках через какое-то время но оказалось что это не единственная проблема этих колышков а когда я встал на ночевку и грунт был мягкий они просто не держат не держат тент а если даже они как-то чуть-чуть придерживают при сильном ветре дожде ну если палатка сложится но она будет на вас тент просто унесет и вы будете гол как сокол перед дождем ветром и всем прочим вот это вот есть тупит лайт это глупое сбрасывание 50 грамм где реально всего лишь 50 грамм но я думаю что вот этот период такой нужно было пройти потому что ну он есть наверное у всех кто кто пытается сбрасывать вес своего снаряжения и информации не так много как это делать но я думаю что даже если была бы информация все равно будет на своем опыте это все происходить и формироваться будет ваш стиль вы сами его будете формировать по поводу например колышков опять взял бы я их в следующий поход взял бы если бы знал куда точно иду но и если бы там просто считал бы все все абсолютные граммы хотя вот например сейчас я в поход готовлюсь я их не буду брать вот здесь вот я уже не хочу этих экономий 50 грамм потому что оно того не стоит вы не можете этот колышек не вбить потому что он сразу сгибается а вес грубо говоря 8 колышков я беру это 20 они весят где-то там 24 грамма и 75 грамм по-моему весят мои колышки нормальные колышки поэтому нету смысла я сейчас думаю вот именно в этом нету смысла из той же оперы я вот недавно когда смотрел про этот stupid light увидел где-то написано было что человек зная что идет в место где есть комары не взял с собой на комарник который весит 30 грамм не взял с собой чтобы сэкономить вес ну и как бы полностью был весь в комарах это точно stupid light друзья суммируя вышесказанное есть ну по крайней мере мне приглянулись таких шесть критериев как правильно собирать рюкзак готовиться к походу сбрасывать свое снаряжение и чтобы здраво все было чтобы не переступить и не войти в stupid light который обернется для вас в походе как минимум некомфортностью какой-то это функциональность надежность долговечность простота использования универсальности эффективности во времени каким критерием должно должно соответствовать снаряжение снаряжение должно быть функциональным надежным долговечным не путать долговечность с какими-то там толстыми массивными вещами простота использования универсальность эффективность по времени сейчас я точно про эти вещи не буду рассказывать потому что уже и по времени были ли у вас такие ситуации когда вы считали граммы а потом попадали в какие-то нелепые как минимум ситуации или некомфортные друзья ходите в походы безопасно и готовьтесь правильно всем ультралайт пока-пока